Майнкрафт, но я стану тем, кого нарисую! Сегодня Майнкрафт дал мне волшебный холст, который может меня превращать во всё что угодно! Мне достаточно всего лишь это нарисовать! Я могу изменить руки, ноги и даже полностью тело! Эммм... Даже настолько! И каждый раз он будет давать мне новые челленджи, которые я должен буду выполнить для получения нового холста! Но что я нарисую в первую очередь? Смотрите до конца и вы всё узнаете! Кстати, не забудьте подписаться на телеграм-канал! Ну привет, Акаки! У меня для тебя две новости! Во-первых, ты сегодня хорошо выглядишь! Это я знаю! Во-вторых, сегодня тебе будет максимально тяжело выживать! Я тебе дам мольберт, краски и полотно, но предупреждаю! Ты превратишься в то, что ты нарисуешь! Так что веселись! Я бы не сказал, что это веселье, потому что это не веселье! Мне теперь нужно думать, что же мне всё-таки нарисовать и кем же я теперь хочу стать! Эх, а где мольберт, где краски, где всё? А вот они, окей, забираем! Если я могу нарисовать абсолютно всё, что угодно и превратиться в это, то нужно, наверное, подумать всё-таки очень-очень хорошо! Возможно, мы с вами даже можем рисовать не только мобов, а что-нибудь ещё! Например, какие-то предметы, либо отдельные части нашего тела! Кстати, насчёт отдельных частей нашего тела, можно как раз-таки попробовать! Ставим тогда мольберт, полотно, ну и, собственно, краски и окей! Давайте, наверное, попробуем нарисовать сами себя, только вот надо бы тогда смешать краски... А, вот так! Не, не получается! Если вот так, не то! Если вот так... О, вот это точно надо! А, или нет! Нет, это вообще не тот цвет! Давайте, наверное, тогда возьмём оранжевый, самый подходящий для меня цвет! Во-первых, нарисуем наше тело, идеальное, красивое! Не забудем про две какие-то странные точки, я сам не могу понять, что это у меня! Вот такие шикарные ножки! А, они одинаковые, отлично! А, я для головы очень мало места оставил, отлично! Тхе! А, выглядит максимально страшно! Рисуем глазки, и теперь нужно волосы! Волосы как-нибудь вот так вот! А, выглядит как какой-то очень плохой шлем! Ну, а что мы с вами будем модернизировать? Это совершенно другой вопрос! Как насчёт того, чтобы попробовать нарисовать какую-нибудь... Ааа, я знаю, я знаю! Нарисуем тогда максимально странную руку! И, наверное, мы её с вами даже как-нибудь по-другому сделаем! Так, оранжевый смешиваем с чёрным, и у нас с вами будет не то! Ну ладно, давайте тогда чёрным! Нарисуем так, как будто это у нас вот так вот золотое яблоко! А, надеюсь, понятно! А, если честно, даже как-то максимально страшно сейчас, окей! Золотая рука! Ну, надеюсь, так будет понятно! Задание съесть руку! Чего? Ребята, чё у меня с рукой? Ё-моё! У нас реально с вами появилась золотая рука! Золотая рука! Бай, а какие? Угу! Подождите, а я что, могу её реально съесть? Чего? Я реально могу руку съесть? Это не то, чего я хотел! Окей, давайте попробуем съесть! А, где моя рука? Так, я не это имел в виду, когда сказал веселись! Бред, будь осторожнее, хорошо? Не рисуй себя туалетом или чем-то ещё таким! Спасибо, Майнкрафт, но у меня руки нету! Чего? А что мне делать-то теперь? Окей, нам дают ещё один шанс что-то нарисовать! И, в принципе, надо бы тогда подумать, что же мы с вами хотим нарисовать! Я понял, что мы можем с вами нарисовать всё, что угодно! Я вот нарисовал себя золотой рукой, и теперь у меня нет руки! Окей, давайте тогда ещё раз попробуем! А, какой-то холст у нас теперь маленький! Есть одна идея! И реально есть одна идея! А что, если мы нарисуем себя в виде кирки? Так, в принципе, уже очень сильно похоже на кирку! Хотя это и есть уже кирка! И теперь нужно ещё добавить глазки! И давайте тогда вот так, так, опа! В принципе, выглядит даже очень неплохо! Подпишем это как обычная кирка! Окей! Задание, добудь 27 железа! Чего? Подождите, я реально, что ли, стал киркой? Ё-моё! Ну, по цветам я, конечно, немножко не угадал, но... Майнкрафт, кажется, понял, что я имею в виду, у меня реально глаза у этой кирки! И стоп, подождите! Рука Акаки! Ну, у нас с вами, кстати, появилось задание, добудь 27 железа! И, в принципе, это не так уж и сложно! Кстати, а как я пер... Ага, вот так я передвигаюсь! Отлично! Это, кстати, лунная походка! Кажись, этой рукой мы с вами можем добывать всё, что нам потребуется именно! Какой-нибудь уголёчек, булыжник, возможно, даже железо сможем! Судя по скорости добычи, да, мы с вами спокойно сможем добыть себе то же самое железо! И это, кстати, максимально странно! Я являюсь киркой, и при этом я работаю рукой! Это прям максимально странно! Окей, у нас с вами уже есть 24 булочника, поэтому давайте-ка отправляться дальше в шахту! Нам только пока что рисовать не на чем, но, мне кажется, в дальнейшем мы с вами получим, как только выполним это задание! Задание не такое уж и тяжёлое, так что спокойно справимся! Welcome to the cave, Cave Johnson! Эм, откуда я это имя взял, я не знаю! Вроде как это из игры Portal, но я не знаю, зачем я всё это вспомнил! Железо мы с вами уже добываем, и у нас с вами уже есть целых 6 штучек, даже сейчас будет 7! Вот, хватай! Нормально! Так, вся руда, вы теперь должны меня слушаться, я самая большая кирка в мире! Эм, никто мне не отвечает, как всегда! Я опять же нигде не вижу железо, да вы издеваетесь надо мной, что ли? И давай последний кусок, и отлично, поздравляю, ты добыл железо! Понравилось быть киркой? Думаю, нет! Попробуй что-то более приземлённое, может тогда станет немножечко полегче? Окей, если даже Майнкрафт говорит то, что я переборщил с нарисованием киркой, то, наверное, мне 100% нужно что-нибудь более приземлённое! Только я, наверное, отсюда для начала выберусь, не хочу здесь сидеть! Здорово, свинюшка! Эх, ладно, не попал, так не попал! А, так здесь ещё и деревня есть, отлично! Так, мне кажется, нам нужно с вами наконец-то сделать себе хотя бы верстачок! Да, конечно, мы с вами получаем всё, что только нужно, но железо я хочу всё-таки переплавить! Верстак готов, печки готовы, железо готово к переплавке! Я добывал собственной головой, собственным потом и собственной кровью, так что, окей, всё, переплавляется! И на всякий случай ещё немножечко тогда брёвен, потому что вдруг они мне ещё пригодятся! Я думаю, всё-таки пригодятся! Нам дали ещё один холст и пустую палитру, окей! Надо тогда что-то максимально приземлённое, но... Что же нам нарисовать-то тогда? Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я жителя нарисую! Не, ну а почему бы и нет? Житель это, наверное, самый приземлённый моб, который только существует в Майнкрафте! Но сами подумайте, он ничем абсолютно не занимается, кроме того, что выполняет свою работу! Это и можно назвать каким-то приземлённым времяпрепровождением! Так, если нам нужно с вами нарисовать жителя, то мы с вами должны использовать 100% коричневые краски! Как-нибудь вот так тогда делаем! О, уже выглядит очень даже похоже! Так, теперь нам нужно с вами смешать коричневый с белым! О, телесный цвет получается! Ну, практически! Не, ну а чё, теперь похож на жителя, мне кажется! Хотя... Я б не сказал так! Окей, давайте тогда подписываем как-нибудь, например, житель! Окей, да! Отправляем и... Поторгуйся с четырьмя жителями! Стоп, я реально стал жителем, который держит краски! Так, у меня тут уже всё переплавилось, можем забрать! Руку у меня, кстати, не забрали, у меня до сих пор есть! Только я вообще здесь не вижу ни одного жителя-торговца! Здравствуйте, вы торгуете? Не торгуете? Опа! А вот здесь кто-то торгует! А, тебе нужна гнилая плоть, а также хотя бы один изумруд! Ну а сначала хотя бы один изумрудик найти! Либо с кем-нибудь ещё поторговаться! Опа, есть хлебушек, кусочки золота, даже картофель, забираем! Стоп, а здесь реально больше нет никаких рабочих! Тогда возникает один вопрос, а нафига я вообще сюда пришёл? Хорошо, тогда делаем мотыгу и просто забираем отсюда всё, что только можно! Во-первых, заберём наши печки, а во-вторых, заберём верстак, а также и все снопы сена, которые здесь есть! Жители, скажите, что вы здесь работаете! Так, вижу сразу два торговца, которые завязаны на еде! Так, пожалуйста, пусть стоите... А даже три! Нифига себе! Так, тебе нужна картошка, а также морковь! Окей, я сейчас всё добуду! Всё добуду, не переживай, не переживай! Я, конечно, понимаю, что я это выращивал для своих каких-то целей, но мне это тоже нужно! Так как сейчас здесь очень много именно торговцев какой-то едой, семенами и так далее, мы сейчас с вами даже будем смотреть, где выгоднее курс всё-таки! Так, что ты здесь продаёшь? С морковь 22 штуки, тут 22 морковки, а тут 22 морковки! А, слушай, ну в принципе я могу поторговаться! Давай, забираем! Поторговался с одним жителем уже? Отлично! Так, с тобой мы никак не сможем поторговаться! С тобой я могу купить хлеб! Отлично! С двумя я уже поторговался! И ещё двое остаётся! С кем из вас можно поторговаться на картошку? Быстро! С тобой? Да, с тобой! А, нет, мне не хватает! Да ё-моё! Ладно, ладно, я вас услышал! Так уж и быть, выращу! Это капец, мне приходится ещё тратить свою пшеницу на это всё! Так, оно полностью выросло или не полностью? Так, надо проверить! Давай ещё закидываем тогда! Походу мне придётся реально ещё и всю пшеницу потратить! Хотя, да, там вижу, у них ещё есть снопы сена! Окей, у них заберу тогда! Эмм, это полностью выросло? Да, полностью, отлично! Кто? Вот ты? Да, ты! Забираем! Три из четырёх! Отлично! О, кстати, там есть сломанный портал! Мне всё равно нужно будет найти сейчас ещё одну деревню! Но давайте всё-таки к этому порталу заскочим! И посмотрим, что ж там всё-таки есть! Нет, не сказал, что здесь прям очень много всего полезного! Но всё-таки что-то да имеется! Весовая пластина! Забираем! Чувствую себя каким-то мусорщиком! Я собираю абсолютно весь хлам! Ты идёшь на работу устраиваться? Какой молодец! Ну-ка, давай, 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 давай! Опа! Ииии! Отлично, наконец-то пригодилось это! Забираем! Поздравляю, ты поторговался! Это было тяжко, я знаю! Слушай, у меня тут уже холсты заканчиваются! Так что выбирай дальше с умом! Мозгов у меня нету, парни! Но зато есть идея! На самом деле, даже идеи нету! Так-то жалко, наверное, не надо было выкидывать золотую весовую пластину! Вдруг она пригодилась бы, там, с Пиглином, например, поторговался бы! Стоп! Я знаю, мы сейчас с вами нарисуем Пиглина! Очень редко я сейчас с ними контактирую, поэтому было бы интересно посмотреть, как же они всё-таки живут! Зачем я ещё раз холст открыл! Таким чудесным видом и рисуется как-то лучше! Пиглин так Пиглин, а как он только выглядит, он вроде как жёлтый, немножечко чёрного... Эм, не похоже вообще! Окей, давайте нарисуем его тогда жёлтым каким-нибудь! У него ещё тёмная броня такая, так что давайте как-нибудь вот так вот сделаем! Эм, кажется, как-то не так! Так, главное, чтобы не подумали, что это какой-то лего-человечек! Так, надо ещё пятачок будет нарисовать, давайте его розовым вот так вот! Чёрные это глазки! Мне жалко этого человека! И вот такие вот чудесные маленькие ножки! Как мы тебя назовём? Назовём мы тебя просто Пиглин! Задание! Построй трон Пиглина! А, чего? Какой ещё трон? А, знаете, мне кажется, я цвет вообще неправильно подобрал! Да ё-моё, это ж Винни-Пух! Нам нужно с вами построить трон Пиглина, но как это сделать? Скорее всего, нам теперь нужно достать очень-очень много золота! Чтобы выполнить это задание, нам придётся с вами постараться! Меня вообще трясёт аж! Моя прелесть! А, а здесь сразу две ещё мои прелести! Три даже! Четыре! Пять! Окей, здесь по итогу семь прелестей! Нормально! Нам, скорее всего, придётся строить трон из обычных золотых блоков! Поэтому придётся, наверное, добыть порядка полутора, может, даже больше стаков! Мне кажется, лучше добыть всё-таки как можно больше! Я всё-таки ещё больше опыта получу за переплавку всего этого! Это... Чё? У меня вылетело! Торговец, мне, конечно, приятно, что ты пришёл! Ты хочешь со мной поторговаться? Давай сюда своё золото! Эх, не хочет, ну и окей! Забираем наши печки! Это было довольно-таки приличное количество золота! И это порядка двух стаков! Итого у нас с вами два стака и три золота! Ну, в принципе, нормально! Когда делаем с вами золотые блоки! У нас ещё с вами даже пять слитков осталось! Окей, надо сейчас построить трон! И окей, основа у нас с вами есть и теперь что нам нужно сделать? Наверное, поставим вот так и... Это уже похоже на трон, но если мы с вами поставим сюда, то... Ага, ну сейчас немножечко получше как-то! Хотя, знаете, а если мы с вами вот здесь уберём, например, и вот такую вот, типа, дорожку сделаем? Поздравляю, ты построил трон! Ого! А я и не думал, что ты так сможешь много добыть! Ну, давай сейчас ещё что-нибудь попробуем, но что посложнее! Главное, выбирай, что хочешь нарисовать с умом! С умом выбирать, но... У меня его нет, я свинюшка! Но я не хочу сейчас рисовать какого-нибудь моба именно из Майнкрафта! Я хочу нарисовать... А что я хочу нарисовать, я не знаю! Наверное, сидя на своём троне, я смогу что-нибудь придумать! Хотя, мне кажется, вот такого холста мне не хватит! Слушай, а ты можешь дать мне какой-нибудь другой побольше холст? А... Спасибо, large canvas! Окей, это большой уже! Так, а почему бы не нарисовать, например, самого себя? Только я сделаю это немножечко по-другому! Я знаю, я знаю, я знаю! Я хочу нарисовать себя как мультипликационного персонажа! Знаете, как нёте, вот так вот, чтобы волосы дыбом стояли! Так, окей! Нужно нарисовать теперь такое вот личико и улыбочку! Во! Вот так вот! Уже выглядит довольно-таки похоже! Ладно, я знаю, что вы скажете, что не похоже! Вот так теперь похоже! Рисуем ручки, рисуем тело! Оно уже будет не такое, как в Майнкрафте! Это самое главное! Ну, и так выглядит, в принципе, как-то страшно! Окей! Не шибко, конечно, похоже на меня! Я бы даже сказал, вообще не похоже! Хотя выглядит даже нормально! Окей! А какий? Мультик! Во! Вот так будет теперь хотя бы понятно! Построй свой портрет! Подождите, у меня получилось? Я как-то ниже, что ли, стал? Или... Ё-моё! Вы посмотрите на это! Это ж... Ну, в принципе, даже очень похоже! Я тоже улыбаюсь, только как-то более по-злобному! А, подождите, у нас же с вами теперь есть образец! Да, у нас с вами есть образец! Нам нужно всего лишь по такому образцу всё построить! Что вообще в Майнкрафте есть оранжевое, что можно использовать как блоки? Вот, например, у нас с вами есть красный, есть жёлтый! Мы его смешиваем, и получается оранжевый краситель! Окей! Хотя нет, подождите! Нам же не обязательно делать сейчас оранжевый краситель! Нам достаточно будет с вами сделать хотя бы обычные кирпичи! Кирпичи сами по себе оранжевые, так что, окей, это мы с вами можем использовать! Но для этого нам потребуется, если что, лопата, и благо у меня есть алмазы! Надо теперь добыть очень-очень много глины! Ё-то мы как раз-таки и сможем нормально использовать! И вот теперь начинается самое сложное! У меня есть брёвна, у меня есть доски, у меня есть всё, что только нужно! Но есть одно но! Я не знаю, хватит мне этого всего или нет, потому что это максимально непонятно! Окей, давайте попробуем начать с основы! Первое, что нам с вами нужно сделать, это сделать наши ноги! Здесь довольно-таки всё легко, используем обычные брёвна! Это не ноги, это ботиночки! Дальше нам нужно с вами... Сколько блоков вверх получается? Четыре! Раз, два, три, четыре! Во, как-то вот так! Я только сейчас понял, что кирпичи не так уж сильно подходят для того, чтобы показывать мою одежду! Ну, в принципе, надеюсь, что сойдёт! И пока что, вроде как, получается всё правильно! Лучше здесь идти по слоям! У меня уже всё закончилось, кажется, реально не хватит, придётся ещё делать! Так, первую часть мы с вами закончили, теперь нужно сделать ремень! Его, я думаю, смогу очень быстро сделать! Боже, эта постройка займёт у меня очень много времени теперь! А, слушайте, ну, кстати, неплохо получается! Я закончил! И вы просто посмотрите на это! Это максимально ужасно! Надо было глаза хотя бы с помощью угля сделать! Но, окей, у нас с вами это готово, но давайте, наверное, вот так тогда сделаем! А с вами вот так и... Поздравляю, ты не урод! Почти! Ты серьёзно потратил мой последний холст на это?! Безнадёжный ты! Ростак, оставайся таким! Может быть, ты хоть так какой-то урок усвоишь? Подождите, я теперь останусь вот таким? Слушайте, а это... Неплохая судьба! Это ж теперь я маленький и такой вот злобный! Вы просто представьте такой фильм ужасов! Какая-нибудь пара мальчика-девочка идут по тёмному лесу, где очень много тумана! И тут нагнетающая музыка! И показываюсь я! Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать! Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк! Подписывайтесь на канал и, конечно, жмякайте на колокольчик и не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Нарисованный Акакий. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедово. Слушай, красавчик, а ты сегодня один? Я подкатываю к своему же творению. Как это низко.